Приветствую вас, Олеся. Во-первых, что сразу бросается в глаза, это, наверное, то, что вы пытаетесь казаться не той, кто вы есть, вы пытаетесь казаться каким-то другим, хотя другой вы не являетесь, вы являетесь сами собой, как бы вы не пытались убежать от этого, как бы вы не пытались убегать от этого, от себя, вы все равно такая, какая вы есть. Момент здесь, ну, интересный достаточно момент, заключается в том, что вы обманываете и других людей, тоже демонстрируя им то, что вы якобы другая, якобы не такая, какая вы на самом деле. Вы пытаетесь быть другой. Почему? Потому что таким образом, когда вы считаете, вам кажется, что так, какая вы есть, на самом деле, вы неприятные, вас не примут и так далее, вы за всех силы, поэтому пытаетесь быть другой, но если вы внимательно посмотрите, я уверен, что вы об этом знаете, я уверен, что в глубине души вы об этом догадываетесь. Если вы посмотрите внимательно на ситуацию, то вы увидите, что, в общем-то, как раз таки та другая, та другая, которой вы пытаетесь быть. Вот та другая, как раз таки, людям не нравится, та другая, как раз таки людей отборгает, отборгает, заркастирует и так далее. Ну и добро вот, то есть я бы сказал, что вот как мне видится здесь процесс этот, чтобы потихонечку, с поддержкой, пробовать, пробовать проявлять различные аспекты того, чего вы стыдитесь, и смотреть на результат, то есть получать обратную связь. Поскольку вы стыдитесь, ну, то есть обесцениваете себя, то вы, скорее всего, себя просто не знают. То есть вы не знаете, какая вы на самом деле, что за, что за, например, чувства вызывают, да, то есть какие чувства вызывают. Та или иная ваша реакция, какие чувства вызывают те или иные ваши, ну, там, посупки, например. Вот, всего этого вы не знаете. Это естественно, потому что в детстве вас, скорее всего, зажимали, и потом стали зажимать сами себя. Ну вот, и вам просто нужно узнать. И вот для нас очень-очень терапевтически, как мне кажется, терапевтически в нашем истории было бы как раз получать обратный свет на какие-то свои проявления вот той самой части, которую вы пытаетесь скрыть. Потихонечку, постепенно, постепенно. Вот. Без, например, таких вот перегибов, да, без таких перекосов, как то похвала или наоборот обесценивание, принижение себя. А именно вот такая вот обратная связь. Вот тут вот, ну да, это может быть действительно там болезненно и так далее. Но что из этого вы хотите? Да, то есть что за этим стоит? Что за этим скрывать? Ну, образно говоря. Ну да, это вот там достаточно сомнительно, сомнительно, да. То есть ну вот какая-то, например. Ваша реакция достаточно сомнительная, к примеру, опять же. Да, это так, это правда, действительно, действительно реакция может быть сомнительной. Да, верно. Ну, как бы, а что дальше? Что за ней, условно говоря, скрывается? Что скрывается за этой реакцией? Вот. Теперь, теперь, теперь себя нужно узнавать. И узнавая себя в безопасной среде, то есть вот условно, вы боитесь, ну, вы боитесь, что вас осудят. Вы боитесь, что вас как-то принизят, в данном случае реакция вполне понятна и страх вполне понятен. Потому что подобный опыт у вас есть. Ну вот, вероятно, вероятнее всего, с детства этот опыт, когда вас, ну, всячески осуждали, вот, когда вас всячески, как-то вот, обесценивали, вот, это, да, это очень-очень-очень неприятно. И очень болезненно. И в этом вы боитесь, вас это задевает. Но, толькость вся заключается в том, чтобы в безопасной среде, без осуждения, но в то же время, в то же время, честно, что я имею ввиду, ну, допустим, если это будет неприятно, да, если это будет как-то вот болезненно, в болезненно, то, условно говоря, ну, условно говоря, допустим, терапевт вам это скажет. Ну, это нормально, как бы, нормально, что терапевт вам, ну, будет говорить про, что там, свои чувства, да, свои чувства, да, свои чувства, да. Такие ощущения, которые у него вызывают, вот, какие-то ваши высказывания, поступки, проявление чувств, проявление цен, ценности и так далее. Вот. Что важно здесь, на самом деле, так это то, что это нормально, что это нормально, что все люди разные. Просто вам, вот как, ну, как, вот мне кажется, вам надо быть, вот этот момент, момент, что там, грубо говоря, грубо говоря, что это нормально, вам нужно это принять. То, что люди, люди разные, и что у людей у всех разные реакции. И у вас реакция тоже может быть своя. Вам нужно научиться ее принимать, вам нужно научиться ее адекватно выражать. Так, чтобы, ну, это было, вот, максимально, ну, максимально вообще, условно говоря, приемлемо. Для тех людей, для тех людей, с которыми вы, ну, общаетесь. Так что, у вас есть довольно много, с одной стороны, подавленной агрессии, подавленной обиды, подавленной злости, и это все, я бы сказал, не прожито. Вот. Почему не прожито? Потому что вас это подавляли. Потому не прожито. Это вполне нормально. Но, опять же, психолог может нам помочь это сделать. Дальше. Быть слабой. Быть в моменте проживания своих чувств. Признать свое несовершенство. Ведь понимаете, какая штука? Вы, ну, условно говоря, вы требуете от себя быть совершенным. Вы требуете от себя быть уникальным. Вы требуете от себя быть идеальным. А это невозможно. И вам постоянно больно-больно от того, что у вас это больше не получается. И вам кажется, что вы это требуете. Вам это кажется. Вам кажется, что вы требуете от себя этого. Вот. На самом деле, это требуют другие люди. Не выкидывайте от вас. Понимаете? Какая штука. Вот. Ну, вы этого, на мой взгляд, не осознаете. Потому что привыкли. Привыкли жить вот в таком режиме. А это очень сложно. Это очень устраивает вас. Вот. И, соответственно, нужно учиться жить по-другому. Я бы мог сделать акцент, например, ещё. И на определённую вашу жизненную философию. Вот. Я бы, я бы, так ещё сказал бы. Вот. Что это тут. Какая у вас жизненная процесса? Какая у вас жизненная концепция? Что она из себя, эта жизненная концепция, представляет? Важный ли этот момент? Конечно. Это один из принципиально важных моментов для вас. Ну, а даёте ли вы себе отсчёт, о чём я говорю контентно? То есть, с точки зрения содержания. Вот это у меня большие сомнения. Потому что единственное основание облагать, что вы себя не слышите. Вот. И если вы себя не слышите, то вы многие вещи пропускаете. Пропускаете, там, не знаю, привычное нарушение личных границ. Пропускаете, там, не знаю, собственную неудовлетворённость, ну, вот, просто неудовлетворённость, там, с собой, да, например. Неудовлетворённость, тем, что у вас есть, там, грубо говоря, пытаясь убедить себя в том, что вы должны быть рады тому, что у вас есть, а вы не рады. И вы, там, грубо говоря, ну, грубо говоря, вы мечуете себя за это. Понимаете, да? Вот, какая штука. То есть, это всё, вот та, та парадигма, в которой вы живёте. И, конечно, вам всё, вне всякого сомнения, вам всё, вот, но всё это можно скорректировать, если вы, там, грубо говоря, позволите психологу вам помочь. Вот. То есть, нужно не переставать, например, себя винить. Понимаете, эм, вот, как это выглядит, эм, для меня. Если вы, эм, перестанете себя винить, например, то уйдёт, эм, тот мотив, который вам воспринимается, как вина. Но, поскольку мотивом является, эм, что-то вроде подавленного протеста, гнева, обида, народ, то, если вы перестанете себя винить, условно, то, ой, не будет, эм, не будет, эм, вот, этого, это будет означать, вот, ваше, эм, если вы перестанете это делать сейчас, это будет означать, что вы себя преданы. Вы и так, эм, достаточно сильно, эм, пренебрегаете собой. Это будет означать, что вы полностью это сделали. И, ну, это будет означать, что вы себя обрекли на безрадостное существование. А сейчас, если, например, на то, что вас больно, смотря на то, что вам тяжело, у вас есть, благодаря тому, что вы это чувствуете, у вас есть возможность стать другой, у вас есть возможность узнать себя. У вас есть возможность обрести счастье. Вот. Но, эм, не всем людям это понравится. Не всем. И кто-то, может быть, не захочет, эм, с вами такой, вот, изменившись, быть, Поэтому вам нужно быть готовым к потерям. К сожалению, к потере неизбежно. Когда, когда человек меняется, когда человек начинает вести себя, ну, немножко, не так, как он, он, эм, ну, не так, не так, как он, эм, себя вы, эм, привычным, привычным образом, вот. К сожалению, это вызывает у людей негации, поэтому вам нужно быть к этому негации вы готовы. Вот. Вы понимаете, что я имею ввиду. Дальше. На что, условно говоря, похоже на что похоже ненависть к себе? Что это такое? Что из себя представляет? Вот ненависть к себе, с чего она из себя представляет? Это, просто хочу, чтобы вы знали, это оценка. Ненависть к себе, это оценка. Это важно понимать, что это оценка. Что это именно оценка. То есть, чем больше вы себя оцениваете, чем больше вы прибегаете к оценкам, то есть пытаетесь вам. Или людям, окружающим вас понравиться. Или пытаетесь представить, как мог бы выглядеть тот или иной ваш поступок, например. Та или иная ваша поведенческая мобиль. Вот тут-то приходит ненависть, потому что найдется обязательно что-то, что вам не понравится. Найдется обязательно что-то, что не будет вам по душе. Найдется обязательно что-то, что вы оцените негативно и все пойдет на смарку. Вам важно увидеть, что стоит за оценкой. Какие мысли и идеи стоят за оценками, оценками вашими. И вам нужно увидеть, как вы к этому относитесь и насколько вы, насколько вам вообще откликается вот такая история, такая позиция. Ну и требования по такому же принципу тоже проработать нужно. А вот вы говорите, значит, ему же постоянно кажется, что я не поддержу его и всегда им недовольны. Это не так, но и доказать обратное я не могу. Я хотел бы обратить внимание, вот когда вы, говорить это не так, но и доказать обратное вы не можете. Вот когда вы говорите доказать обратное, да? Окей, вот что вы здесь чувствуете, когда вы говорите именно про доказать обратное? То есть, вот, все происходит. Вы говорите, что это не так. Так. Мне нужно грамотно выражать то, что вы чувствуете. К примеру, вам хочется съязвить. Дайте себе две минутки. На две минутки отложите привычное выражение того, что вы хотите сказать. И присвучитесь к себе. Что с вами происходит в этом моменте? Что вы чувствуете? Вы увидите, как ситуация начнет меняться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.